Сегодня трудно представить наши грядки без различных зеленых культур. Среди них особое место занимает сельдерей. История выращивания и использования этого овоща уходит в далекое прошлое. Еще древние греки называли сельдерей лунным растением. Существует легенда, что в состав волшебного напитка любви, который пили мужественный трестан и прекрасная изольда, также входил сок сельдерея. Этот пряный овощ с характерным запахом начали культивировать и применять в пищу в средние века. Произошло это лишь в 16 веке. И первыми, кто оценил вкус сельдерея, были немцы. В России же сельдерей попал в царствование Екатерины II. Но вельможи, подражая древним грекам и римлянам, еще долго разводили его в чисто декоративных целях. Во время роскошных обедов при дворе приглашенные украшали себя венками из этого растения. И лишь в 17 веке обнаружили, что корневища сельдерея – самые ароматные и нежные из всех белых кореньев. Сельдерей можно выращивать для получения непосредственно зелени или как корневое растение. А зеленой сельдерей делится на стеблевой и листовой. То есть либо образуются очень плотные стебли, черешки листьев, которые как раз и обладают этим характерным сельдереевым ароматом, либо листовые пластинки, которые употребляются в пищу. Наиболее популярный сельдерей – это, конечно, стеблевой и корневой. Сельдерей – требователен к земле, на которой растет. Хорошо подходят глубокие сублинистые почвы, богатые органическими веществами. Легкие и тяжелые почвы непригодны для выращивания этого растения. Если в силу необходимости сельдерей размещают на таких почвах, то их свойства улучшают, в основном путем внесения навоза. Сельдерей нуждается в этом удобрении, так как для образования большой, сочной и нежной вегетационной массы он извлекает из почвы большое количество питательных веществ. Пашут или перекапывают почву на глубину 27-30 см. Под перекапывание вносят перегной или перепревший навоз совместно с компостом. А весной под перекапывание дополнительно вносят примерно 150-200 г аммиачной селитры. Кроме азота, фосфора и калия, в почве необходимо присутствие таких элементов, как кальций, бор и магний. Недостаток его вызывает хлороз листьев. Излишек азота приводит к заболеваниям растений и порчи корнеплодов при хранении. Сельдерей выращивают после растений, под которые вносили минеральные и органические удобрения. Такие, как белокочанная капуста, лук, томаты, огурцы, ранний картофель и так далее. Нельзя размещать его после сельдерея и сельдерейных растений раньше, чем через 2-3 года, из-за общих вредителей и болезней. Обычеводы высаживают сельдерей как уплотнитель с огурцом, также по границам гряд, краям дорожек, иногда после подзимнего лука на зелень. Вырастить хороший урожай сельдерея на участке – занятие для терпеливых. Ведь для того, чтобы получить крупный корнеплод, требуется около 180 дней. Но если уж взялись за это дело, то для начала стоит определиться со способом выращивания этой культуры. Семена сельдерея очень мелкие и плохо сходят, потому что эфирные масла задерживают прорастание. Поэтому перед посевом их следует подготовить. При безрассадном способе выращивания семена проращивают. Для этого их нужно замочить в течение 2-3 суток в воде, которую следует ежедневно менять. Проросшие семена всходят на 8-10 сутки. При высеве неподготовленными семенами всходы появляются лишь на 15-20 день. В конце весны, начале лета, как только прогреется почва, можно начинать посев сельдерея семенами. Семена перед посевом просушивают и перемешивают с опилками. Оптимальная норма для посева – 1 грамм семян на 10 квадратных метров. Мелкие семена этой культуры не заделывают в почву, так как они прорастают на свету. Их лишь слегка прижимают к поверхности. При рассаживании сельдерея следует обратить внимание на правильную схему – не меньше 10 на 10, даже для стеблевых, поскольку при загущивании посевов сельдерей формирует слишком высокие и суховатые на вкус стебли. А затем очень быстро начинает выходить в цвет. Для получения ранних урожаев зелени и корнеплодов сельдерей выращивают через рассаду. Её готовят за 60-70 суток до высадки в открытый грунт. Семена, слегка просушенные, высевают в первой половине марта в ящики или парник. Так как семена сельдерея небольшие, то лучше их не поливать водой, а опрыскивать с помощью пульверизатора, чтобы они оставались на том же месте, куда вы их посеяли. При пересадке рассады в грунт следует обратить внимание на температуру. При жаркой погоде, а также несколько переросшей рассаде, у растений обрезают лист на четверть, а также укорачивают корень. Сельдерей – холодостойкая культура. Взрослые растения переносят заморозки до минус 7 градусов. Но если молодые посадки долгое время подвергаются температуре ниже плюс 10, то некоторые растения зацветают уже в текущем году, что значительно ухудшает качество урожая. Пересаженные молодые растения на 1-2 дня необходимо притянить. Температуру важно выдержать днём 12-15 градусов, чуть позже – 14-16, ночью – 10-12 градусов. А вот как только наружная температура станет выше, 14-16 градусов, вы смело можете взять свои ящики с рассады, вынести их из парников, поставить на открытое место, чтобы ваши растения дышали солнышком, ветром и прекрасной погодой. В грунт высаживают растения в первой декаде мая с 5-6 лепесточками, с хорошей корневой системой. Перед высадкой не забудьте полить её водой. Глубина высадки 4-6 см, не более. Так как при более глубокой посадке на корнеплодах образуется много корешков, почву при высадке возле растений хорошо уплотняют, не допуская засыпания верхушек почек. Высаженную рассаду поливают под корень в тот же день, а затем периодически, пока она не приживётся. Политые ломки присыпают сухой почвой. После высева и всхода семян посевы прореживают. Обратите внимание, что у корнеплодного сельдерея при проведении междурядных обработок не допускается окучивание. Это вызывает нежелательное образование мелких боковых корешков у растения. Очень высока потребность у сельдерея в азоте. При азотных подкормках хорошо растёт листовая розетка. Фосфор ускоряет созревание растений и улучшает их качество. Калийные удобрения способствуют накоплению сахаров и крахмала и повышают морозостойкость растений. Кроме того, в почву под сельдерей желательно вносить кальций и магний. Поскольку сельдерей – это крупное и долго вегетирующее растение, то, конечно, в течение сезона следует проводить 2-3 подкормки. Если вы выращиваете его на срезку, то подкормку проводят после каждой срезки раствором универсального минерального удобрения или небольшим количеством органики. Поливать сельдерей нужно не слишком часто, но обильно, промачивая почву на глубину не менее 40 сантиметров. Поскольку при засухе корневища сельдерея становятся горькими. Если полив и рыхление проводятся регулярно, то сельдерей растет довольно быстро и формирует большой урожай в надземной части. Первую подкормку проводят приблизительно через 10-15 дней после посадки растения. Когда растения приживутся, то во время интенсивного роста листьев делают вторую подкормку. И уже при формировании корнеплода – третью. Нормальные результаты дает и подкормка органическими удобрениями – навозной жижей, разбавленной водой. Иногда садоводы-любители отбеливают черешковый сельдерей. Для этого черешки обертывают бумагой, мешковиной, соломой, другими материалами или окучивают растения почвой. В результате черешки приобретают светло-зеленую или почти белую окраску. Теряют горечь, в них уменьшается содержание эфирных масел и в результате повышаются вкусовые качества. Черешковый сельдерей очень отзывчив на рыхление. Поэтому за сезон желательно рыхлить почву вокруг растений 5-6 раз. Также необходим регулярный полив, но без излишнего переувлажнения. При этом полив по листьям недопустим во избежание заболеваний гнилями черешков и корней. Среди вредителей болезней сельдерея наиболее опасны различные корневые гнили. Они возникают, если сельдерей находится в слишком уплотненной почве с недостаточным количеством легких элементов, при этом его слишком часто и обильно поливают. Если почва хорошо дренированная, то вероятности гнили можно легко избежать. Из непосредственно вредителей сельдерея специализированных конкретно на нем мало, но часто соседние вредители, листогрызущие некоторые гусеницы, повреждают его. Иногда на более нежных, не слишком характерно сельдерейно пахнущих сортах могут появляться слизни, но в основном своим запахом он отпугивает вредителей. Для профилактики можно опрыскивать сельдерей настоями различных трав, например, полыни, чистотела, и в основном это хорошо предупреждает появление различных паразитов. Корнеплоды сельдерея растут до октября, и уборку их проводят перед наступлением сильных заморозков, то есть в конце октября, в начале ноября. До окончательной массовой уборки растения можно использовать выборочно, прореживая их через одно. Корнеплоды сортируют, мелкие применяют для выгонки в осенне-зимний период. Ботву при уборке обрезают, а корнеплоды хранят во влажном песке при температуре от 2 до 5 градусов. Листовой сельдерей убирают 2-3 раза за вегетационный период, когда листья достигают 30-40 см. Это происходит примерно через 60 суток после высадки рассады. Оптимальный интервал между первой и последующей срезками – 40 суток. Длина оставляемого черешка влияет на урожай при следующих срезках. Необходимо высокая срезка, не повреждающая слаборазвитые центральные листья побега. Если вы выращиваете сельдерей на зелень, то непосредственно уборку можно проводить в течение всего вегетационного сезона. Когда вам нужно получить зелень, производится срезка. Если корневища хотите получить, то в этом случае при начальных этапах полегания зелени корневища уже можно убирать. В более северных районах, конечно, не стоит дожидаться, когда поздние летние сорта будут побиты первыми заморозками, поскольку он портит свои качества в результате. Поэтому, конечно, лучше убирать его в первых числах сентября, если, допустим, вы где-нибудь на Кольском полуострове решили вырастить сельдерей. Но, конечно, это всё-таки южная культура, поэтому лучше выращивать его либо рассадным способом, либо в парничке и уборку проводить по всем правилам агротехники. Листья, черешки и корень сельдерея используют как приправу при консервировании огурцов, помидоров, цветной капусты и других овощей, а также заготавливают самостоятельно в сушёном и маринованном виде или замораживают. Существует способ, благодаря которому сельдерей дольше остаётся хрустящим. Для этого его нужно поставить в стакан с водой и убрать в холодильник. Полученные корневища можно обсушить. Если вы хотите их использовать как пряность, то при сушке обязательно их разрезать на две, а иногда на четыре части вдоль. Только тогда он просохнет достаточно хорошо и не будет гнить изнутри. Мелкие корневища можно сушить целиком. Для сушки сельдерея отбирают только зелёные, неповреждённые вредителями и болезнями листья. Связывают небольшими пучками, подвешивают или раскладывают на бумаге. И сушат в тени. Когда листья хорошо подвянут, можно досушить их в духовке с открытой дверцей при температуре плюс 60 градусов. Корнеплоды тщательно моют, очищают от кожицы, нарезают тонкими кружочками или соломкой, кладут на разделочную доску или противень и сушат в естественных условиях. Или в нагретой духовке при открытой дверце. Корнеплоды сельдерея высушив, можно измельчить, растереть в порошок и хранить в сухом месте в плотно закрытых банках. Если у вас получился очень большой урожай сельдерея, то можно провести засолку. Для этого корневища сельдерея выкапывают, чистят, промывают и затем, разрезав вдоль, укладывают в банку, пересыпая большим количеством крупной каменной соли. Такой засоленный сельдерей хорошо хранится в холодильнике и можно его использовать как приправу к различным блюдам. В китайской медицине сельдерей использовался в качестве лекарства от высокого давления. В наши дни исследования подтвердили наличие в этом растении веществ, которые регулируют артериальное давление и помогают привести его в норму. Поэтому неудивительно, что некоторые садоводы-любители занимаются выгонкой сельдерея в домашних условиях, чтобы получить к столу свежую и полезную зелень. Небольшие корневища сельдерея, отобранные специально осенью, можно использовать для горшечной выгонки. Для этого их держат сначала в прохладном помещении, затем сажают, поливают, медленно повышая температуру и вносят через две недели в комнату. В тёплом месте, естественно, обычно это на подоконнике, при дополнительной подсветке обязательно. Через несколько недель можно получить небольшое количество зелени. Допустим, к новогоднему столу или весной, когда особенно хочется зелени. Но, конечно, это процесс трудоёмкий. И если действительно очень хочется раннего сельдерея, только тогда стоит за него браться. Родина сельдерея в Европе считается Италией, хотя возделывание его началось в древние времена египтянами. У древних греков был обычай награждать победителей спортивных соревнований венками из сельдерея, а также покрывать умерших его ветвями. О почтителем отношении древних к культуре сельдерея свидетельствует такой факт, как изображение его листьев на греческих монетах, относящихся к пятому веку до нашей эры. С того времени было выведено множество сортов этой овощной культуры. Ну и сегодня некоторые садоводы-любители пытаются получить свои семена сельдерея. Некоторые энтузиасты, конечно, успевают получить семена со своего огорода. Сельдерей выращивается, конечно, годами, и уже у каждого специалиста есть свои какие-то особые приемы, навыки. Но для любителя я могу точно сказать, что лучше не тратить слишком много сил на получение собственных семян сельдерея, поскольку эта культура долго вегетирующая, и очень много времени уходит на то, чтобы его вырастить, а затем еще и получить семена. Поэтому лучше, конечно, остановиться на получении зелени или корневища. Это растение хорошо тем, что в нем съедобны все части – корень, стебель, листья и даже семена. Очень много сельдерея употребляют в балканской, американской, английской и французской кухне. Семена, листья, высушенные и измельченные, входят в состав специй для супов, соусов. Ими посыпают поджаренное на вертеле мясо. Сушеную и размолотую ботву смешивают с солью и используют для досаливания блюд. При использовании корнеплодов для салатов следует помнить, что сельдерей необходимо сбрызгивать соком лимона, иначе он быстро темнеет. Пищевые достоинства сельдерея обусловлены множеством биологически активных веществ, находящихся в нем в благоприятном для организма сочетании. Только вкусовых и ароматических веществ в растении насчитывается более 40. Листовой чаще всего употребляют в пищу как пряность и приправу. Черешковый – для получения сока, приготовления первых и вторых блюд. Очищенные от кожицы черешки едят и сырыми. Стебли рекомендуется использовать вместо соли при заболеваниях желчного пузыря и заболеваниях почек. Корнеплод у сельдерея ароматный и нежный. Вареный он по вкусу чем-то напоминает картофель. Также клубни корневого сельдерея широко используют для приготовления различных салатов, жарят, тушат, готовят из них первые и вторые блюда. Пифирное масло, находящееся в корнях и стеблях сельдерея, стимулирует секрецию желудочного сока. Его включают в меню больных с сахарным диабетом. Говорят, он улучшает водно-солевой обмен, поэтому его особенно рекомендуют пожилым людям. К тому же сельдерей – незаменимый овощ для тех, кто собирается снизить вес, так как при употреблении в пищу этого растения человек тратит больше калорий, чем получает. В сельдерее содержится огромное количество витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, никотиновой кислоты. Он содержит в себе калий, магний, кальций. Содержание в сельдерее эфирных масел делает его неизаменимым в качестве приправы. То есть эфирные масла придают ему такое ощущение похучести и необыкновенности при добавлении его в различные блюда. В состав сельдерея входит огромное количество витаминов и минеральных веществ. И достаточно большое количество клетчатки, которая является углеводом неусвояемым. То есть мы рекомендуем его вводить для лиц, которые страдают ожирением, избыточным весом, сахарным диабетом. Практически нет противопоказаний к применению такого чудесного овоща. Единственное, что могу сказать, что нужно ограничивать при заболеваниях почек, при обострении заболевания кишечника. Я рекомендую применять сельдерей еще и для того и для тех категорий людей, которым необходимо укрепить иммунитет. Могу еще дополнить, что корень сельдерея обладает веществами, которые противостоят вредным воздействиям нашей окружающей среды. То есть обладает еще и противораковым свойством. Сельдерей выводит токсины, очищает кишечник, нормализует артериальное давление. Поэтому противопоказаний практически нет к применению сельдерея. А показаний их достаточно много. В одном старинном болгарском народном лечебнике написано, если бы мужчины знали все удивительные свойства сельдерея, они бы полностью засадили им огороды. Вещества, содержащиеся в соке, стимулируют деятельность железо-внутренней секреции, которые определяют физическое и эмоциональное здоровье. В США принято класть в различные коктейли кусочки корня сельдерея, что придает напитку пикантный вкус и тонизирующие свойства. В Японии успешно практикуют диетическое лечение ревматизма. На протяжении месяца больные питаются блюдами из сельдерея, приготовленными по разным рецептам. В народной медицине он известен как лекарственное растение, применяющееся при отложении солей для повышения тонуса. Наиболее эффективен сок, приготовленный из черешков сельдерея. Действительно, такой сок творит чудеса. Всего лишь чайная ложечка этого напитка позволит целый день легко переносить жару. В старину крестьяне именно так спасались от зноя. Выпив разбавленный водой сок, они потом могли долго работать в поле на солнцепёке. Если регулярно пить сок сельдерея, можно очистить кровь и избавиться от многих кожных заболеваний. К тому же такой сок хорошо переносится большинством людей, особенно ведьми. Чтобы разнообразить вкус, можно смешать сок сельдерея с морковным или яблочным. Сегодня мы приготовим мясной салат с сельдереем. Для его приготовления мы используем пару стеблей сельдерея, одно зелёное яблоко, сырое яйцо, штучек 5-6 чернослива, немного майонеза, кусочек варёной говядины, немножко грецких орехов. Листья сельдерея пригодятся в самом конце. Стебли сельдерея мы порежем. Выкладываем сельдерей в миску. И мелко нарезаем тонкими ломтиками яблоко. Сюда же в миску нам нужно покрошить несколько чернослив. Теперь мы поджарим яйцо с двух сторон. Нагреем на огне сковороду, немножечко добавим соли, добавим немножко черного перца. Взарим яйцо с двух сторон. И всё готово. Мы его выкладываем на тарелку. Пусть яйцо пока остывает. Мы нарежем валёное мясо. Перекладываем мясо в миску. Приступаем к изготовлению заправки. Теперь измельчённые орехи мы смешаем с майонезом. Размешаем. Заправка для салата готова. Теперь мы мелко порежем яйцо. Перекладываем яйцо к остальным ингредиентам. Добавляем нашу заправку. И перемешиваем. Выкладываем салат на тарелку. Мы используем оставшиеся листья сельдерея для того, чтобы украсить салат переподачным. Салат из сельдерея готов. Приятного аппетита! Сельдерей радует не только за обеденным столом. Если вам снятся свежие пышные веточки этого растения, то это означает успех во всех самых смелых начинаниях. Есть сельдерей. Сулит вам чью-то безграничную любовь и привязанность. Если вы решили вырастить у себя на огороде сельдерей, то следуйте нашим советам и запаситесь терпением. В результате вы получите полезное овощное растение, которое будет радовать своим терпким ароматом и пряным вкусом. А в следующей программе мы будем выращивать морковь. Редактор субтитров А.Семкин